Девушки отдыхают Что показано нам в Шипригиде И почему они так кардинально отличаются от обычного Дон Старва В первую очередь давайте предположим Что действия Неголодайки в самом деле происходят на отдельной планете Со своим временным циклом и природой Но что насчет происхождения островов И тут я обращусь к первоисточнику лора по Неголодайке Фрескам, что древние оставили от себя Я тут на досуге разглядывал тот самый рисунок И мне в голову пришла одна идея Каждая гипотеза имеет место быть Так что выслушайте мою Но для начала глянем на нашу планету Все мы знаем, что изначально на нашей земле Был один сверхматерик Пангея Который впоследствии раскололся на множество других Я предполагаю, что в мире Неголодайки было абсолютно так же Если посмотреть на флору и фауну этих мест Они очень похожи, но в силу климата и образа жизни Некоторые из них деградировали А другие наоборот стали доминировать Так свиньи из обычного Донстарва Куда развитись свинов из Шифрикида У них есть свой король И они собираются в полноценные общины Зато в кораблекрушении Переобладают мартышки со своим королем Которые в Неголодайке вынуждены были уйти под землю То, что это одна планета Это мы уже разобрались Но как же острова отделились от Потерека? И вот тут нам понадобится фреска Присмотритесь в центр рисунка Ничего не напоминает? Как по мне это явно выраженное лицо И вот в чем моя теория Когда древние были еще живы Они давали дары некому алтарю Который поглощал лишь органику И так длилось многие годы Но потом древние нашли мура льва И стали давать ему дары За блестящий тулецит Что пленил их разум Божество на поверхности Что оберегало древних все эти годы Стало голодать И от злости Что о нем все стали забывать Наказал их Он высвободил огромный взрыв Что привело к расколу земли На материк возможно не один И множество островов Божество ушло от них И спряталось в глубинах земных пород Но все еще жаждет Чтобы ему поклонялись И приносили дары Став вулканом Он повелевает миром кораблекрушения И его алтарь можно найти На том самом вулкане Все мы знаем что будет Если не делать ему подношения Напоследок скажу Что в обычном донстарве Мы не можем спускаться на воду И тут я предположил Что это может быть по двум причинам Мы не можем это сделать Из-за скалистого берега В обычном донстарве До моря слишком высоко Мы попросту сорвемся вниз И умрем А во вторых Мы еще не изучили эту технологию Да именно Что если предположить Что события происходящие В Шеприкиде Это будущее А Донстарв и Тугезер Это настоящее Или даже прошлое С этими мыслями Я вас оставляю Как вам такая идея Пишите в комментариях Свои догадки Рад буду почитать Поставь лайк Если понравилось И подпишись на канал Если все еще не подписан Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok